Вот, впереди мужчин. Вот, сначала духовная жизнь, развитие. Это развитие что дает мужчине? Дает возможность дальше развиваться в социуме. И как мужчина должен развиваться в социуме, я сейчас вам тоже расскажу. Понимаете, для того, чтобы вот цветочек раскрылся, вот эта вот часть цветочка, это уже понимание своего предназначения полное. Для того, чтобы он раскрылся, сначала нужно, чтобы он вырос достаточно высоко. Вот это вот поливание духовной силой дает возможность человеку понимать себя, то есть расти. Зависть, когда появляется вот эта часть цветочка, тогда появляется желание что-то делать. Не важно что, просто работать, трудиться. Человек не хочет просто сидеть тупо дома. Понимаете, но до этого момента же тоже вот время, понимаете. И вот это вот все вот просто растет. То есть мужчина, который просто занимается духовной практикой, он должен еще одну вещь сделать. Он должен просто пойти куда-то работать. Не важно куда, чтобы просто работать и все. Потому что если мужчина сидит дома, ему капец. Его психика просто деградирует. Он не может нормальным человеком быть, если он просто тупо сидит дома. Это невозможно для мужчины. Это очень опасно для его душевного здоровья. Потому что у такого мужчины начинаются развиваться уже серьезные патологии. Это пьянство, курение, секс какой-то там запредельный и так далее. Это все потому, что энергию надо куда-то девать. У мужчины энергия постоянно идет наружу. Ему нужно ее как-то занимать. Если он никак не занимает, то он с ума начинает сходить. Понимаете? То есть начало духовной жизни, самосовершенствование дает возможность, росточек вот этот быстро растет. То есть быстро начинаешь понимать, что тебе нужно в жизни. Но большинство людей, мужчин до 30 лет в целом не понимают, что им в жизни нужно. В основном не знают, чем им заниматься. Это означает душевная недоразвитость. Это не означает, что человеку никто не сказал, чем... И вот смотрите, у меня был такой пример. Ко мне молодой человек подходит, я в принципе, глядя на человека, могу сказать примерно его предназначение. Молодой человек подходит ко мне и говорит, какое мое предназначение? Я говорю, вот такое. А я работаю вот так-то, так-то. Но говорю, ну это для вас неэффективно. Вот это будет лучше для вас. На следующий день он подходит ко мне и говорит... А, подходит. То есть я на следующий день увидел его, говорю, ну что, вы готовы меняться? Он говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, а я, говорит, когда ушел с вашей консультацией, что-то как-то начал сомневаться в том, что вы сказали. И потом я провел с ним такой эксперимент. Я говорю, вы с женой? Он говорит, нет. Я говорю, вот смотрите, вот рядом с вами, а, и говорит, кто из девушек не замешаешь? И прямо рядом с ним одна девушка подняла, она сказала, идем с этим. Я говорю, вот видите, девушка рядом с вами сидит? Он говорит, да. Ну вот берите ее замуж. Друг на друга посидели, посмотрели. Он говорит, нет, мы не хотим. Я говорю, так почему вы думаете, что я вам сказал, что вам надо вот этим заниматься, вы возьмете и поменяете сразу? Это так не работает. Это и сердце должно прийти. Человек сам должен это почувствовать, понять. Дядя Вася не поможет. Поэтому нужно просто работать над собой, развиваться, чтобы ты почувствовал, кем тебе в жизни быть. А для этого нужно работать над собой. То есть молитва и самосовершенствование. Две практики, которые дают человеку возможность. Так, оп, вот ты какой северный олень, понимаете? То есть раскрыться чуть-чуть. Раскрыть себя. Итак, сначала молитва и самосовершенствование. Потом семья для женщины и работа для женщины. Для мужчины потом идет работа, а потом семья. И через семью перепрыгивать тоже не надо. Есть такой прошлый анекдот, который поручит Альжевского. В молодости были членом суда. Был, да, был членом туда, членом суда. Понимаете? То есть это не способ жить. Потому что когда мужчина начинает так жить, то тогда он теряет все в своей жизни. И работу, и духовность, и силы, и привычки хорошие. Потому что, понимаете, в принципе, как бы мужчина думает, что он ничего не теряет. Он погулял туда, погулял сюда, он ничего вроде бы не теряет. Но я вам сейчас расскажу одну историю интересную. У меня есть один знакомый, он очень успешный человек в плане деятельности. У него хороший свой бизнес. Ему тогда было, когда мы с ним общались, порядка 40 лет. Сейчас уже больше. Такой видный человек. И он решил погулять сначала. Он погулял до 30 лет, хорошо погулял. И потом он мне пытается, вот говорит, ну как мне найти себе жену? Я говорю, вот встречаю девушку, и я уже знаю, что дальше будет. Я уже знаю, что дальше будет. То есть он уже нагулялся, он знает, что будет дальше. Знаете, он знает ее характер примерно уже, он чувствует психику. И говорит, меня это не устраивает. Я не могу найти себе такую, которая бы меня устраивала. Вот женщины же все одинаковые примерно. Я говорю, ну да. Ну вот где найти, которая бы меня устраивала? Он такой, знаете, привлекательный человек, найти девушку, и он вот так вот. Проблем нет вообще. Не может жениться все. У него нет возможности. Почему? Потому что, понимаете, вот эта вот способность верить в женщину, она разрушается, когда мужчина гуляет. Он не может уже верить в эту женщину. Он не может создать с ней семью, потому что нагулялся. У него вот это чувство веры пропадает. Он не может уже довериться одному человеку и прощать, терпеть его недостатки, там, работать над собой, помогать, там, прощать. Ну, то есть вот этот процесс. Все женщины же эгоисты, так же, как мужчины. Внешне красивая, а внутри уже есть недостатка в куче. Но мужчины, которые нагулялись, у них шансов нет много. Шансов нет потом жениться, потому что надо через себя перепрыгнуть потом, понимаете. Надо вот так сделать, чтобы ты принял, чтобы тебе досталось немножко похуже, чем те варианты, которые были раньше. Мы же сравниваем. Понятная идея? Поэтому гулять – это не способ вообще создавать свою жизнь. Но это еще не самая большая проблема, о которой я сейчас рассказал. Когда мужчина гуляет, он теряет волю, решимость, храбрость, память, чистоту. Становится обманщиком. Становится человеком, который не способен побеждать свои недостатки, там, и так далее. Ну, то есть, как и психика идет под откос. Ну, то есть, рушится нормальная способность жить, понимаете. Человек адекват пропадает. Адекват становится не так много в жизни. Причина вот этой вот урешек. Надо очень осторожно к этому относиться. Очень осторожно. Жене делать. Надо понять, Жене, что вот такой достался по судьбе, значит, в прошлой жизни ты так себя делал. Надо с себя всегда начать. У меня в Екатеринбурге, когда-то был, семинар «Закон кармин» называют. Я всегда людей возвращал. Когда они вопрос мне этот задают, я говорю, давайте начнем сначала. Что зря никогда человек другому человеку не достается. Умные достались умным, а я досталась тебе. Понимаете? Закон кармин. Когда человек понимает, что это его судьба, тогда он знает, что уже делать. Если человеку надо, он простит, приняет и дальше работает над собой, трудится в отношении. Итак, для мужчины важно потом устроить свою личную жизнь, потому что личная жизнь для мужчины, который уже как-то крепко более-менее стоит на ногах, это для него поддержка. Потому что если он в семейной жизни крепок, то от отношения жены к нему зависит его от взаимоотношений вообще с людьми в этом мире. Потому что женщина обладает наполняющей силой. Если брать, допустим, шприц, то женщина – это жидкость внутри шприца, а мужчина – это каркас. Ну, то есть жидкость движется, это сила, понимаете? Это сила, с помощью которой полетит дальше. То есть женщина – это наполняющая сила. Женщина сильна своим наполнением кого-то. Она не собой-собой сильна, а она сильна, наполняя кого-то. Вот мужчине нужен этот наполнитель для того, чтобы развиваться. Ему нужна вдохновляющая сила. Если он в семейное отношение правильно строит, то жена, она верит в него, вкладывает в него свою психическую энергию, и эта энергия отражается на всех людях вокруг. Есть такие исследования, что как жена относится к своему мужу так, что к нему относятся сотрудники, подчиненные. Женщина, допустим, уважает мужа, его все в коллективе уважают. Не уважают, а уже его уважать труднее. Женщина не верна мужу, все вокруг тоже не верны ему, предают его потом, в конце концов. Понимаете, это работает на 100%. Я тысячу раз это проверял. Поэтому женщине, которая семью поставила выше своей работы и вкладывает в мужа и в детей, она потом счастлива. Почему? Потому что они все выстреливают. Муж развивается, дети развиваются. Она счастье испытывает больше в жизни, потому что женщина так устроена, что она больше счастья получает от счастья близких людей, чем от своего собственного. Попытайтесь это понять. Вот если сыну и мужу хорошо, ей хорошо больше, чем самой себе. Куда она в силу вложила, то должно и развиться. Мужчине тоже нужно, чтобы в него вкладывал кто-то силы. Не просто там гражданский брак, а нужны глубокие отношения, верные, чтобы они работали на развитие. Опыт показывает, что за выдающимся мужчиной, который развился, всегда стоит выдающаяся жена. Которая дала ему силы на это развитие. Это всегда так работает, по-другому не работает. Теперь смотрите, интересный момент. Когда человек выбирает между трудом и деньгами, то здесь непросто. Есть люди, которые в целом не вложили в духовное развитие своей достаточной силы. И это значит, что у них мало возможностей в жизни. Возможности берутся от развития личности. Есть разные слои общества. И некоторые люди думают, что в более высокий слой общества можно попасть с помощью связи и так далее. Это работает, да. Но это работает искусственно. На самом деле повышение своего уровня жизни или слоя общества достигается с помощью работы над собой, самосовершенствования. Потому что, понимаете, в более высоком слое общества идут другие отношения. Это если взять, допустим, людей, которые там в структуре управления находятся и так далее. Они в глаза смотрят, прежде чем разговаривают. Они видят, если ты просто элементарных каких-то нравственных качеств не имеешь, с тобой никто не будет им дела иметь. Понимаете? То есть люди на более высокой платформе социума, они очень внимательно смотрят на поведение человека, на его проявление характера и так далее. И поэтому для того, чтобы попасть в более высокий слой жизни, для этого надо менять себя изнутри. Это чисто связи, они всегда работают. Понимаете? И это естественным образом происходит. Если человек работает над собой, развивается, он постепенно повышает свой статус в обществе. Это всегда так работает. Это естественно. Вот смотрите, допустим, если я сделаю рекламу на лечение, и ко мне приедет больше пациентов, чем я положен, чем приходит по себе, это значит, что я получу отрицательные результаты. Потому что, ну вот мой опыт в жизни показывает, что всегда пациент приходит тогда, когда ты готов. Если это он приходит сам. А если ты его за уши тянешь, тогда будут проблемы. Точно так же картины продаются художники, понимаете? Точно так же человек... Вот простой пример. У меня был семинар для бизнесменов, как развивать фирму свою. И опыт показывает, что большинство бизнесменов сначала берут кредит для того, чтобы развивать фирму. И это безумие. Потому что сначала нужно взять просто и отработать на маленькой группе, на малом, то, что ты хочешь сделать на большом. Помните, Петр Первый, сначала у него потешные войска были. Он просто там тренировал солдат. И потом эти потешные войска не захватили всю Россию. То есть он просто... То же самое в бизнесе работает. Нам нужна сначала, нужна команда, понимаете? Ты просто начни делать то, что ты хочешь делать с малым количеством людей. Пускай у тебя заработка не будет. И просто посмотри, люди к тебе тянутся или не тянутся. Ты можешь их менять? Люди верными тебе становятся или нет? Ты можешь держать вокруг людей, и они все из тебя разбегаются? Ты можешь ими руководить? Можешь наказывать, чтобы они не обижались или нет? Если ты всего этого не можешь, значит, что не хватает качеств руководителя. Ты понимаете? Берешь суду, организуешь вокруг себя народ, и они идут на руку, тебя растаскиваются, геют, изматываются. И все, до свидания потом. Квартира уже. Не то, что там суды. Просто попытайтесь это понять, что качества личности являются основой для того, чтобы что-то создать. Если ты уже можешь это делать, докажи сам себе, проверь. Попробуй это сделать на какой-то схеме небольшой, а потом уже посмотрели, что дальше будет. И опыт показывает, что не тянет человек. Он начинает вот это вот делать, видит, что у него не получается руководить. Значит, надо развиваться. В древней культуре руководители тренировали с детства до 25 лет. Они изучали разные правила поведения в обществе. То есть человеку, который руководит, нужно знать, как вести себя правильно в обществе. Он должен знать разные языки. Он должен знать, как правильно разговаривать, как правильно одеваться. Как вести себя в высшем свете. Как себя вести с простыми людьми. Как себя вести с наставником. Как себя вести с женой. И так далее. Это все является, имеет свои строгие нормы, которые надо изучать. Дальше. Руководитель должен знать тактику ведения боя. Или ведения отношений. Там, победы. Как побеждать. Он должен знать, он должен иметь физическое, психическое, крепкое здоровье. Он должен быть, учиться быть смелым, решительным. И так далее. Их тренировали 25 лет. С 5 лет человек уходил из дома, уходил к учителю и понеслась. И в нашей культуре, точно так же, в России, царских детей точно так же тренировали. Знаете, у них такой железный режим был. Дня изучал. Там режим дня. Они рано утром вставали. Сначала молитва и понеслась. Дети царей. Понимаете, как они учились? Бизнесмен до 20 лет обучался. А священник обучался всю жизнь. Понимаете? Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что человек, для того, чтобы ему развиваться, он должен развивать себя изнутри. Это главное развитие, которое дает потом естественным образом статус, повышает жизнь. Ну, неужели, допустим, человек взял себе простого милиционера на работу, а этот милиционер на генерала тянет? У него такие качества, что люди его уважают. Он знает, у него сила воли хорошая, у него здравый смысл, у него правила поведения хорошие. Он из хорошей семьи. То есть, видно, на нем как бы на лице написано. Ну, что, он его не сделает сразу, как бы, чуть повыше, чем все, я скажу. Что, он такой дурак? Ясно, что он его будет сам повышать, потому что он видит, человека же видно сразу. Его никуда не строишь. Вот и все. Стань таким человеком, чтобы тебя было видно. И зачем тогда париться? Все будет приходить само собой в жизнь. И это работает на 100%. И поэтому, смотрите, две категории людей. Я как-то в Индии подошел к одним женщинам и кирпичи на голове носили. Я говорю, а почему вы этим занимаетесь? И как бы за горсть куриса, понимаете? Я говорю, что нет других способов жить? Они говорят, ну, понимаешь, как бы, нас учили вот этому в жизни, всю жизнь. И мы не можем другим ничем заниматься. Я говорю, ну, хорошо, тогда поучись и научись другим заниматься. Зачем тебе носить кирпичи целый день? Она говорит, я неграмотная, понимаешь? Неграмотная, чтобы учиться. Я говорю, да выучи грамоту тогда, чтобы учиться. И она пошла дальше кирпичами. Знаете почему? Потому что это тип мышления. Это осминное мышление, понимаете? И есть два типа мышления. Один тип мышления – человек не занимается напрямую тем, что дает ему результат. А второй тип мышления – человек занимается напрямую тем, что дает ему результат. Вот эти два мышления прямо противоположны. Итак, человек, который занимается более высокими вещами, он естественным образом получает более низкий. Например, человек работает над собой, ему не надо париться для того, чтобы занять правильное положение в обществе. Это приходит само собой. Но некоторые люди думают, что если я пойду на работу и буду пахать вот здесь, то через какое-то время я буду директором завода. Фиг вам, китайская изба. Ты будешь дальше так и пахать всю жизнь. Для того, чтобы развиться, нужно... И некоторые думают, что если я выучусь на управленца, тогда я буду управлять. Тоже глупость. Ну, кто тебя возьмет? У меня три высших образования. Но тебя же по фейсу можно определить, будешь управлять людьми или нет. Какая разница, сколько у тебя образований? В рейсе не идут на тему. Еврея поймали, начали бить. Он говорит, так я по паспорту русский. Он говорит, а мы тебя не по паспорту, а по еврейской морде бить. Понятная система. По морде все видно. Какой человек, куда он пойдет. Кто из вас работодатели, поднимите руку. Есть ли такие люди? Вы согласны со мной, что по морде все видно? Что образование на втором месте стоит? Все согласны. Только эта система работает. По человеку видно, кто он такой. Вот разве ты человек или не раз, сразу видно. Чуть-чуть поговорить надо, и все. Все понятно становится. Итак, смотрите, очень важный момент, который я хотел бы заострить ваше внимание. Это очень важно и практично знать. Что если человек, в принципе, не развит до такой степени, чтобы занять высокое положение в обществе, он не должен выбирать деятельность, которая ему приятна по природе, является его природой. Ему надо выбирать ту деятельность, которая даст ему деньги. Иначе он без штанов просто будет жить. Понимаете? Еще раз объясняю. Вот смотрите, человек всю жизнь балдел. Он не учился как надо. Он не развивал себя как личность. И он вообще не знает, что ему делать. Но он почувствовал в какой-то момент, что у его природы заниматься вот этим. Но там денег не заработаешь. Потому что всегда так бывает. И он идет работать там, где можно заработать деньги. И это правильно. Почему? Потому что человек должен просто выжить, этот человек. Он должен просто выживать. Вот когда я в институте учился, я работал сторожем, дворником, медбратом. Я работал там, где я мог выживать просто. И все. А мне всю жизнь хотелось людей лечить, общаться с ними, консультировать, давать знания. Вот это то, что я чувствовал, мне хотелось. У меня не было проблем с самосовершенствованием. Потому что я как бы вырос в такой семье, в которой постоянно пьянство, драки, ругань. И у меня с детства было жуткое желание работать над собой. Из-за этого всего я уже где-то с 10 лет, сколько я себя помню, начал дыхательные упражнения, йога, посты, молитвы и все прочее. То есть постоянно вот в этом жил. То есть пытался победить как-то судьбу. И это дало мне возможность многих вещей избежать. Например, я никогда не пил в жизни, никогда не курил и так далее. То есть, ну, вот пошел быстро в самосовершенствование. И к 18 лет я уже четко знал, что мне надо быть врачом, что мне надо туда, вот и все. У меня не было никаких вариантов. Это четко понимал и знал. Но развитость была на что? На дворника, сторожа и медбрата. И я пошел туда работать просто. И все. И параллельно надо развиваться. И параллельно я учился. Наступил такой момент, когда я постоянно с пациентами был, постоянно с людьми. И разок, я как сейчас помню, я как бы точки нажимал, там лечил одного человека в клинике. Он в четвертом курсе, я уже был в это время. И я ему рассказывал, как правильно жить, как закаливаться, как там, как избавляться от его болезней. То есть мы с ним общались. И он говорит, слушай, ты так классно говоришь. Давай расскажи нам вот об этом, обо всем в институте подшипников. Я там возглавляю как бы определенную структуру. И все мои подчиненные придут послушать тебя. Ну, представьте, институт подшипников, там серьезные люди. Как бы я маленький, ниже стремени. Вот, на четвертом курсе. Там третий человек пришло на лекцию. Это была первая лекция в моей жизни. Я когда вышел перед ними, у меня подкосились ноги. Я посмотрел, но у меня так... Меня повело вниз. То есть я чувствую, тяжело. Я такой смотрю на них и не могу ничего не сказать, ничего слова не сказать не могу. Просто вот ничего не могу сказать. И он мне начал задавать вопрос. Начал меня телегу... Начал потихоньку раскрутить. Он мне говорит, а как закаливаться правильно, расскажи, пожалуйста. Через три лекции уже понеслась. И то, и все, и пятое, и десятое уже, и все. И так уже 20 лет. Ну, то есть даже уже сколько? Ну, уже 20, уже 3, почти. Да, 25 лет уже. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что... И тогда я еще не зарабатывал на этом. Я просто приходил, читал лекции. Где попросят везде? Ничего не прося, никаких денег. Просто вот приходил, читал лекции и все. Потом пришло время, и люди начали сами платить. И так потихоньку пошло. Понимаете? Но я в это время все равно работал сторожем, дворником, там, медбратом. То есть идея какая? Если человек неразвитый, то он должен работать там, где может, и параллельно работать над собой. Он должен развиваться как личность. Допустим, ко мне один человек подошел, он говорит, я работаю в Гербалаеве. Тогда еще было. И, ну, просто людям вот распространяю пищевые добавки. А я хочу быть инструктором йоги. Что мне делать? У меня на йоги никто не приходит. Я говорю, ты просто развивайся как личность сам. Учись молиться там, работай над собой. И продолжай работать в Гербалаеве. Придет время, и ты увидишь, как в какой-то момент в твоей жизни ты сможешь уже потянешь вот эту деятельность, и ты сможешь там зарабатывать деньги. Понимаете? Да, о чем я говорю? Не то, что ты вот решил быть инженером там, и, ну, как бы, чтобы ты жил на одну зарплату. Такое пригляд есть. Ну, то есть, надо вот это понять тоже. Надо вот это понять, что сначала, если ты недоразвит в своем направлении, то надо сначала развиваться духовно и работать над собой, самосовершенствование включить. А потом, и при этом устроиться там, где можно, а потом уже дальше. То же самое для девушек, допустим. Мама, папа не кормят, денег нет, замуж не вышла. Что делать? Искать себе работу. То есть, смотрите, уступка опять же получается. То есть, сначала семья для женщины, потом работа. А нет возможностей. Недоразвита замуж, никто не взял. Никто вот в молодом возрасте замуж меня брать не хочет. Значит, идем работать и развиваемся как личность. Развитие как личности означает сначала молитва, потом работа над собой. И это раскрывает цветочек. Цветочек начинает расти и потом раскрывает. Цветочек раскрылся, проблем уже нет. Вот когда цветочек раскрылся, человек сформировался как личность, сильная личность. Проблема уже все. До свидания, все проблемы. Дальше уже все нормально будет в жизни. Женщина сразу выходит замуж, мужчина сразу находит свою работу. И ему там деньги платят. Все само собой будет течь правильно. Но до этого момента знайте, что движущей силой является духовная жизнь. Потому что нужно, чтобы чем-то поливать корень дерева, чтобы этот цветочек рос. Некоторые люди думают, что движущей силой является сама работа. Это тупость. Допустим, я хочу быть начальником, движущей силой будет являться мое пребывание в этом положении. Что я как бы, я учусь руководить. И я буду лучше руководить. Это хорошая логика, но она не работает. Потому что для того, чтобы ты лучше руководил, тебя нужно поливать чем-то. Понимаете, как бы пылесос в ракетную установку не превращается сам из себя. Нужна какая-то сила. Нужно вложить какую-то энергию. Понимаете? Ну, то есть человек может быть и думает, что он вот просто то, что он работает, вкладывает энергию. Но на какой-то этапе он застрянет. Он уже не сможет руководить, потому что силы не хватает. Я приведу вам пример, что такое это сила. Вот если сейчас сюда зайдет какой-то серьезный, допустим, руководитель города вот этого. Ну, то есть человек, имеющий власть. И он пойдет вот сюда на сцену, то я стану ниже, и вы тоже. Знаете почему? Прижмет к земле. Знаете почему? Потому что у него, от него исходит такая сила. И с этой силой ничего не сделаешь. Ему не надо документ показывать будет. Ему не нужно будет показывать документы. Он просто зайдет и зайдет на сцену. И этого будет достаточно, чтобы все прижались к земле. Я разоком в этом читал лекцию в милицейской академии в Краснодаре. Один подполковник, милиционер, он слушал мои лекции, говорит, давай, говорит, милиционерам почитай. И говорит, ну не так надо. Они такие несчастные. Я говорю, давай попробуем. Собралось 500 человек милиционеров. Там какая-нибудь обучение были. Я когда туда зашел, вот так вот дверь сбоку была. Я захожу в эту дверь, и адъютант кричит, встать! Встали. Раз колени подкосились, пошел, короче. Сажусь на сцену, думаю, сесть! Все сели и уперлись в меня вот так. Мне когда один милиционер упрется, мне уже плохо. А тут 500 человек. Такие уперлись у меня. Адъютант подбегает, у вас 40 минут. И так, как бы, и так читаю. Ничего не работает. И тогда я понял, что... Я понял природу, как бы. Начал рассказывать про планету Марс, что она связана с... Ну, с храбростью человека. Вот это вот. И милиционеры имеют очень сильную эту энергию. Это Марс. Я говорю, и планета Марс, она связана с храбростью, с силой человека. И так же она связана с половыми функциями. Все так... Как Ленин в октябре. Знаете фильмы? Товарищи. Так вот. И когда я начал рассказывать, что когда человек жестоко относится к другим людям, то у него импотенция развивается. Это был фурор. Сразу начали слушать меня очень внимательно. Очень серьезно. До этого момента они вот этой властью, силой власти меня придавили. Просто сплющили все вместе. Я вот реально почувствовал вот эту вот... Ну, как от человека исходит сила. Что такое сила человеческая? Реально на себе почувствовал, потому что это есть. Это никуда не денешься. Понимаете? И вот для того, чтобы понять принцип развития, надо эту силу в себе взращивать. У кого-то сила ученого, у кого-то сила правителя, у кого-то сила бизнесмена, у кого-то сила просто творческого человека. Эта сила взращивается с помощью духовной энергии, молитва, работа над собой. То, что дает возможность человеку расцвести, стать сильной личностью. По-женски, по-мужски. Так как у нас сейчас немножко переломный момент в нашей беседе, потому что я, в принципе, основную суть рассказал. Но это, знаете, как не корзики от пирога положены, а начинки еще нет. Крема нет. Этот крем мы сейчас вместе с вами будем делать. Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, вот то, что я сейчас сказал, задавайте вопрос. Мы сейчас будем общаться уже. Да? Угу.